Приветствую вас. С точки зрения психологии, проблем заключается в том, что вы обладаете заниженностью от самооценки, неуверенностью в себе и страхом одиночества. Это вот с точки зрения психологии те моменты, которые, на мой взгляд, скажем так, определяют, что, в какой позиции мы находимся. Сейчас. Вот. То есть, если вы хотите свою ситуацию изменить, то вам очень желательно перестать, точнее даже не перестать, вам очень желательно подкорректировать, именно подкорректировать своё отношение к себе, подкорректировать свою самооценку. Вот. Представляется одиночество, то есть полностью принять себя. Вот. Работать с личными границами, взять личную ответственность за то, что происходит с вами. Понять для себя, почему при всём том, что вы писали про своего молодого человека, вы продолжаете с ним быть, вы продолжаете с ним находиться. И что самое интересное, это то, что вы хотите с ним быть, вы говорите, что я боюсь его кинуть, не хочу быть виновным. Так, вы ещё и склонны себя обвинять, что является следствием подавленной невыраженной агрессии в адрес людей, других людей, которые вас, к примеру, подавляли как-то, да, которые вас принесали и процесс, которым вы не выразили, не выразили, по сути дела. Вот. Поэтому такая вот история. Поэтому я думаю, что вот в этих направлениях вам нужно поработать. Что касается мужчины, то мужчина просто не верит в себе, боится, что вы встретите кого-то лучше, пытается вас удержать, подчинить. А в целом у вас такие соломазохистические отношения, вот, почитатели, которые вы можете в интернете, ну, изучить, изучить, которые вы можете в интернете. Вот. И, соответственно, выбрать себе психолога для дальнейшей работы над выходом из зависимых отношений. То есть, тот, что сейчас происходит, вы находитесь в зависимости, вы, по сути, находитесь в зависимости от молодого человека. А зависимость от кого бы то ни было всегда связана с потребностями. Ну, определенными потребностями, которые вы удовлетворяете. И, наверное, в первую очередь вам нужно понять, какие потребности вы пытаетесь удовлетворить за счет молодого человека. То есть, что у вас удерживает, что в чем вынуждаетесь. Да? Вот. Просто максимально раскрывать свои потребности. После чего уже взять за них ответственность и самостоятельно реализовывать. И, когда вы увидите, что у вас это получается, молодой человек потеряет над вами всякую власть какую-либо и так далее. Что касается последней части вашего сообщения, то предлагаю вам посмотреть в интернете психологическую игру под названием «Разве это не ужасно?». «Разве это не ужасно?» или «Почему бы вам?» запятая «Да, но». «Почему бы вам не?» запятая «Да, но». Или просто психологическая игра «Да, но». Я думаю, что вам очень полезно изучить эти две игры, потому что это про вас. И когда вы увидите, я надеюсь, со стороны то, что вы делаете, я думаю, вы начнете понимать, что проблема не в молодом человеке, а в вас. Проблема именно в вас. Проблема в том, как вы себя репрезентуете, как вы себя представляете, как вы себя ведете, как вы к себе относитесь и так далее. Молодой человек, он просто лишь отцеркалывает вам то, что вы сами о себе думаете. Это неприятно, это полезно, но это правда. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация возвращается. Продолжение следует...